Добрый вечер, в эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Образовательные и молодежные программы, культурные проекты, экономические связи. Рашид Имрезов и губернатор Камчатского края Владимир Сологов обсудили вопросы сотрудничества. Центр «Мой бизнес» ставит четкие задачи в поддержке предпринимательства по оказанию качественных услуг и каков результат работы. Солдат антитеррора в Черкесске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности сотрудников Росгвардии. 90-летие Фазу Алиева и столетие Расула Гамзатова в Хабезе прошел творческий вечер памяти известным лирикам Дагестана. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Имрезов выразил соболезнования в связи с трагедией в Турции и Сирии. В результате землетрясения погибли тысячи человек, много пострадавших. Разрушена инфраструктура в населенных пунктах в двух странах. От имени многонационального народа Карачаева-Черкесии от себя лично выражаю искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления поздравшим, говорится в обращении. Стихийное бедствие, которое президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал самым крупным для страны с 1939 года, повлекло за собой большие разрушения, многочисленные человеческие жертвы. К сожалению, среди пострадавших в Турции есть и наши соотечественники, представители Адыгской и Абхазо-Абазинской диаспор. Нам удалось по телефону связаться с членом Совета Международной Черкесской Ассоциации в Турции Бельгия Хапай, которая дала оценку происходящему. Вся Турция сейчас в тяжёлом положении, в том числе и адыги. После утреннего землетрясения жители пострадавших аулов выехали в сельскую местность, чтобы переждать стихию. А сильный подземный толчок, который был после обеда, сильно разрушил наши аулы. Ситуация усугубилась. Нас качают, как на качелях. Есть погибшие среди адыгов, проживающих в этом регионе. Мы с трепетом ждём новостей из адыгских аулов. Молимся, чтобы было меньше жертв. Вопросы межрегионального сотрудничества обсудили Рашид Тимрезов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Стороны обсудили сферы возможного межрегионального сотрудничества, реализацию совместных образовательных и молодёжных программ, культурных проектов, управления экономических связей, укрепления экономических связей между предпринимательским сообществом Карачаева-Черкесии и Камчатского края. Владимир Солодов познакомился с опытом Карачаева-Черкесии в сфере развития туризма, в том числе горнолыжного. Это направление является одним из перспективных для туристической отрасли Камчатки. Руководители регионов отметили, что несмотря на то, что Камчатский край и Карачаево-Черкесия расположены территориально далеко друг от друга, регионы многое объединяет. Правительство Российской Федерации разработало меры, которые охватили весь российский рынок. Появилась обновленная программа импортозамещения, развитие промышленности и повышение конкурентоспособности. В первую очередь, импортозамещения связывают с решением одной из основных задач экономики. Предприниматели Карачаева-Черкесии активно замечают импорт. Подробнее расскажет Альбина Ламкова. Современные условия экономики ярко отражают проблемы нынешнего бизнеса. Любая хозяйственная система способна раскрыть свою эффективность благодаря успешной предпринимательской деятельности. Без нее экономика не функционировала бы и не развивалась успешно. Поэтому у центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии стоят четкие задачи в поддержке предпринимательства по оказанию качественных услуг в полном объеме, чтобы был высокий показатель. С его помощью по результатам предыдущего года бизнес показал благоприятную тенденцию увеличения экспортного товара. Итоги деятельности за предыдущий год высокие. Из обязательств, которые перед нами ставили, это было четыре компании, которые должны заключить экспортные контракты. Мы его перевыполнили. У нас есть больше четырех компаний. На сегодняшний день их пять. И общий объем этих контрактов у нас составляет 1 миллион 300 тысяч долларов США. Региональные компании экспортируют товары и услуги в различных сферах деятельности. Что касается количества спектра оказанных услуг, то он в нашей республике составляет свыше 70 получателей поддержки. В этом году центр «Мой бизнес» рассчитывает на увеличение этого количества. Ввиду того, что объем финансирования увеличился благодаря выполненным показателям. Примерное время от начала оказанных услуг до конечного результата в виде заключенного контракта составило до трех лет. Мы провели некоторый анализ и ожидаем, что в этом году у нас, благодаря тем услугам, которые мы уже оказывали, той поддержке, которую наши клиенты уже получили, мы в этом году получим еще больше, если выражаться такими словами, выхлоп от этих услуг. Вы работаете с предприятиями нашей республики. Они готовы заменить импорт? Наши предприниматели не только готовы, они уже это делают. Есть определенные, конечно, сложности с заменой каких-то комплектующих, с заменой сырья. Свою готовность на деле уже показали пять компаний, заключившие экспортные договоры. Их теперь нужно развивать и помогать, а также включать в эту сферу других производителей, чем и занимаются представители центра «Мой бизнес» Карачаева-Черкесии. Они сопровождают экспортеров на каждом этапе внешнеэкономической деятельности. От поиска страны и партнеров до заключения контракта. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаевой Черкесии снег местами сильный. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 12 градусов мороза, в горах – до минус 17, а днём – минус 5, минус 10. На дорогах гололедица местами снежные заносы. В Черкесии снег ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 12 градусов мороза, а днём – минус 7, минус 9. И на дорогах гололедица. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. К подвигу героев песни «Прикоснись». В Черкесске прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора», в котором приняли участие сотрудники Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Смотрите подробности. Солдат гитару в руки взял. Аслан уже не первый раз принимает участие в этом конкурсе. Он стал уже для него традиционным. Но каждый раз перед выступлением он ощущает волнение. Суровый офицер в сторонке настраивает свой инструмент, который прошел с ним все перипетии солдатской жизни и уже стал в некотором роде бойцовским другом. Другие участники тоже нашли удачное время и перед началом конкурса быстро прогоняют основные моменты своего номера. Радмир Тикеев, сержант полиции, давно увлекается музыкой. Гитара сопровождает его со школьной скамьи. Увлечение музыкой и творчеством идет параллельно с несением службы. Одно не мешает другому, а наоборот является удачным дополнением, считает офицер-музыкант. 14 лет мне было, подарили гитару и так научился играть сам. Дворовые песни, да, конечно, как и у всех, постоянно выходили, играли на гитаре. У кого-то вот так мы учились между собой. Кто-то что-то выучит, у него там учишься. Потом кто-то я знаю, он у меня учит сам. Такие моменты были. Песни выбирались на усмотрение самих участников. Глубоко затронуло сердца слушателей слова из песни Донбасского ополчения. Мужской голос с хрипотцой очень ярко передавал боевой дух, настоящие эмоции и чувства автора, кто волею судеб стал свидетелем военных действий. Мы вгрызаем Мариуполь, мой противник один к одному. А над нами небесный купол поглядит на войну и по тюрьму. Мы их спущиваем слой за слоем, как капусту, что с краю в нее. Мы не зон и супергерои, мы должны продвигаться вперед. Творческие способности росгвардейцев оценивало жюри под председательством заместителя начальника управления Росгвардии России по республике по военно-политической и политической работе Виталия Побилицы. Сегодня мы определим лучших, которые лучшие поедут на конкурс, на округ, серо-кавказский округ Росгвардии, на смотр-конкурс солдат антитеррона. А если там победят, значит, поедут на Россию, на росгвардейское мероприятие, которое будет проходить в Москве, либо в другом субъекте Российской Федерации, как определит вышестоящее руководство. Данный конкурс проводится ежегодно. Наши сотрудники, военнослужащие регулярно, систематически, каждый год выступают. Я думаю, что в этом году мы достойно выступим. По итогам конкурса лучшим исполнителем стал боец, исполнивший фронтовую песню про Мариуполь. Второе место занял сотрудник вневедомственной охраны Зеленчукского района Радмир Тикеев. Его коллега, младший сержант полиции Магомед Вастанов, исполнивший авторскую песню «Мы, патриоты России», стал третьим. Фатима Дорова, Расул Бердеев, Вести, Карачаева, Черкесия. В Хабезе прошел творческий вечер, посвященный сразу двум юбилейным датам, относящимся к известным лирикам Дагестана. 90-летие народной поэтессы страны Горфа Зуалиева и столетие со дня рождения советского и российского поэта, героя социалистического труда, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. К лирике дагестанских мотивов приобщилась и Фатима Даурова. Сценарий творческого вечера по сюжету должен был раскрыть историю дагестанской поэзии через призму творчества двух поэтов-современников Фазу Алиевой и Расула Гамзатова. Авторы мероприятия постарались через яркие номера вовлечь зрителя в атмосферу поэзии. Тому способствовали выступления чтецов, сопровождаемые красивым музыкальным фоном. Стихи известных поэтов прозвучали на трех языках – русском, аварском, черкесском. По-особенному прозвучала поэзия народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой из уст Абдул-Вагапа, Абдул-Пахатова, совсем молодого декламатора, который прочитал строки на родном аварском языке. Два великих поэта Дагестана жили в одно время и удивительно дополняли друг друга. Лирики, воспевшие в своих стихах родину, добро и человечность. Имена из горного края, составившие славу кавказской литературы. Нет в стране человека, который не слышал бы знаменитую песню Журавлина слова Расула Гамзатова. В этот вечер легендарное стихотворение прозвучало и на черкесском языке в исполнении Магомеда Газимагомедова. В программе вечера состоялись и примеры авторских песен заслуженных работников культуры Лидии Тамазовой и Али Джумаева на стихи дагестанских лириков. А ансамбль народного танца «Чинар» исполнил зажигательный танец из страны гор. Представитель правительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии Магомед Магомедов и его заместитель Рамазан Манапов, которые были приглашены на творческий вечер, поблагодарили работников районного дома культуры Аула Хабес за организацию такого мероприятия. Их вклад в развитие межкультурного и межнационального развития между регионами был отмечен грамотами и благодарственными письмами правительства Республики Дагестан. Зурида Мамхягова, заслуженный работник культуры Карачаева-Черкесии, была награждена почетным знаком за укрепление межнационального мира и согласия. Будут провести мероприятия по юбилею, по сулению Республики Дагестан, и мы надеемся на вас. Даже мы получили программу проведения этих мероприятий. И никто, даже, наверное, еще до описания, наверное, никто эту программу, наверное, не составил. Эту программу составили вы, вот, от народных культуры, дома культуры Хабесского района. И мы получили вам огромный счет, я вам благодарю вас. Спасибо огромное. Два современника – Расул Гамзатов и Фазу Алиева открыли Дагестан всему миру, показывая в своих стихах душевную красоту горских народов. Масштабность и мощность мужской поэзии Гамзатова дополнялась нежностью и поэтичностью женской лирики Алиевой. В рифме их стихов каждый из присутствующих на вечере по-своему открыл грани таланта двух поэтов. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова